Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яков Берлин. Сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. Сколько раз такое было, что выходим на рейд, и вот Кирилл Рябов говорит, что сегодня нужна какая-нибудь дурака, потому что не будет просмотров на ютубе, нужны там деньги. Почему участники группы СтопХам покидают движение? Мне хотелось бы вам вручить медали, которые принадлежали вашей бабушке. Похищенные медали ветерана Великой Отечественной войны вернулись в семью. Тишина, тишина, в небе плечется луна. Неслышащие дети выступят вместе с хором мальчиков Пеллерва. Музыкальные произведения они исполнят на языке жестов. Две медали ветерана Великой Отечественной войны за боевые заслуги и за победу над Германией вернулись в семью. Напомним, в конце прошлого года неизвестные молодые люди расплатились ими в такси. Награды, вероятно, так бы и продолжили кочевать дальше, если бы не водитель, который эти медали не продал и не присвоил, а отдал в руки поисковиков. История удивительной человеческой отзывчивости в материале Максима Алиева. Не хотелось бы вам вручить медали, которые принадлежали вашей бабушке. Спасибо. Этими медалями за боевые заслуги и за победу над Германией наградили медсестру фронтового госпиталя Нину Андреевну Шабанову. Сейчас по ее стопам пошла внучка Оксана. Она учится на медфаке, планирует стать доктором и бережно хранит память о бабушке, которая ее воспитывала. Поэтому возвращение семейной реликвии для нее – непростое событие. Эмоции на самом деле неописуемые. Счастье, радость. Потому что хотя бы две теперь есть у нас там, где и должны были быть. Эти и другие медали ветерана украли год назад. И семья уже отчаялась их найти, но помог счастливый случай и человеческая сознательность. В декабре прошлого года житель Петрозаводска Денис подвозил двух людей, которые за неимением денег расплатились с ним этими медалями. Сначала я подумал, что какие-то люди нечистые на руку. А потом, когда награды перевернул, посмотрел, на одной из них номер есть. А по номеру, так как отец у меня военный, имеет орден мужества, много наград было в Афганистане. И как бы знал, что по номеру можно найти и поднять через архив. Поэтому и взял он медали у подозрительных молодых людей. О том, чтобы перепродать награды, даже и речи не шло. Я сын военного, у меня даже таких мыслей не посещало. Медали Денис передал карельским поисковикам из отряда хранителей. Те, в свою очередь, начали долгий поиск родственников. Через месяц ответ с именем хозяйки медалей пришел от Министерства обороны. Призывалась Нина Андреевна из Ульяновской области. Вот и вся информация. Искали в Ульяновской области хоть какие-то зацепки, то есть где мы можем найти хотя бы кого-то, кто знает Нину Андреевну. Нашли брата родного. Вот брат сказал, что Нина Андреевна переехала в Карелию, куда-то в Карелию. То есть в Ульяновске она не проживает. Поиск продолжился у нас в республике. И спустя несколько недель уже в феврале в Петрозаводске нашлась внучка Оксана. И накануне эта история завершилась счастливым концом. Медали были возвращены в семью. И теперь уже навряд ли ее куда-то покинут. Сегодня мы спрашиваем у вас, а как вы поступите с найденной ценной вещью? Заходите на наш сайт сампо.тв и выбирайте вариант ответа. Итоги, как всегда, завтра в вопросе дня. Кто мы такие? Карелы, финны, русские или прежде граждане России? Ответить на этот вопрос попытаются участники семинара «Дружба народов. Единство России», который открылся сегодня при поддержке Министерства Республики по вопросам национальной политики. Его участники обсудят формы и механизмы работы по формированию общероссийской гражданской идентичности и укреплению единства российской нации. Основная идея стратегии государственной национальной политики, по мнению председателя Ассамблеи народов России Светланы Смирновой, состоит в том, что государство говорит о едином российском народе, не исключая при этом многоэтничности. То есть каждый народ может сохранить свою культуру, свои традиции, обычаи, то есть свою этническую самобытность. При этом, по мнению участников семинара, эту самобытность нужно не выпячивать, а искать то, что народы России объединяет. Разрабатывать и реализовывать проекты, объединяющие народы, могли бы общественные и социально ориентированные организации, которые в Карелии более тысячи. Все они работают, все они участвуют активно, ведут диалог, отставят свои интересы. И особо хотел бы отметить то, что Республика Карелия – одна из немногих республик, в которой общественные организации обладают законодательной инициативой. Юрий Шабанов также выступил с предложением заключить трехстороннее соглашение между Ассамблеей, представителями национальной общественности и той организацией, которая будет представлять интересы Ассамблеи в Республике. Взять номерок к врачу для нас – обычное дело. А вот с номерком на анализ крови другая история. С таким множеством петрозаводчане столкнулись лишь недавно. Сразу несколько городских поликлиник перешли к этой практике в конце прошлого года, и она сразу же вызвала неодобрение у некоторых посетителей. Зачем врачи пошли на такой непопулярный шаг, узнал наш корреспондент. Утро в первой детской поликлинике начинается традиционно. Обычная очередь из детей и их родителей в кабинет забора крови. А в руках у них номерки с проставленной датой. Сказано сегодня – значит сегодня и не днем раньше. И хоть ждать назначенный день некоторым пришлось неделю, а то и больше, отношения к нововведению самые разные. Мы так пытались записаться на кровь из вены, и мы ждали около месяца. Причем ребенок был с температурой, месяц ждал. А то есть это и есть? Три недели, да. Это мы сдавали анализ, брали у нас кровь из вены. А чем объясняют? Очередь большая. Нет возможности принять. Очень удобно. Пришли в свой день, в свое время. Не надо учить большую сидеть. Наплыва нет такого большого людей. А раньше были больше очереди? Больше были очереди. Когда вам дали направление? Когда нам дали, ну где-то, наверное, может быть дней шесть назад. День шесть дней назад? Причем домой приходил, да. Но она пришла сразу с номерком, выдала нам. То есть проблем, в общем-то, не было. Главная проблема, что вот здесь, наверное, мы сейчас сидим. Вести номерковую систему как раз эти самые очереди и заставили, говорят врачи, чтобы хоть как-то распределить нагрузку лабораторий поликлиники, которая обслуживает сразу два отделения на Еремеево и Октябрьском проспекте. Каждое отделение принимает в среднем по 60-70 человек. Это и 60-70 человек кто? Ну, грубо говоря, 140. При этом, говорят врачи, далеко не всегда на анализ приходят дети, которым это необходимо. Подчас сами родители убеждают себя в необходимости сдать кровь даже без ведома врача. А это отнимает и силы, и время, и, что немаловажно, средства у поликлиники. Поэтому с сентября прошлого года медики пошли на такой шаг. И, скорее всего, мера эта останется постоянной. Хотя и с оговорками на случай форс-мажора. Этот метод себя зарекомендовал у нас. Мы все-таки увидели эффект от этого. И мы, наверное, останемся на номерковой системе. В тех ситуациях, когда необходимо экстренно сделать анализ, несмотря на то, что нет номерка на данный вид исследования, тем не менее, все равно ребенку будет сделан анализ крови в любом случае в этот же день, в день обращения. Экстренный анализ будет делаться в том случае, когда врачу необходимо точно поставить диагноз. Во всех остальных все будет зависеть от мнения педиатра. Поэтому родителям советуют полагаться на компетентность специалистов. Бывший участник движения СтопХам Александр Локкин назвал действия соратников провокации. Видео со своим признанием он разместил в интернете. В нем он сообщает, что официально выходит из СтопХама, потому что не согласен с методами работы своих бывших коллег. Тему продолжит Елена Фомина. Александр Локкин стал участником движения СтопХам в августе прошлого года. Идея бороться за порядок на улицах выглядела актуально и романтично. То, что ролики с участием нарушителей выкладывались в интернет, казалось вполне справедливым. Удивляло только, что акции СтопХамовцы проводили всего в двух местах. У торгового комплекса в центре города и на пешеходной дорожке рядом с республиканской больницей. Позже стало удивлять и другое. Организатором этого движения в городе Петрозаводске является 14-летний мальчик Кирилл Рябов. У него партнерка с видео, с ютуба есть, и он за это получает деньги. Сколько раз такое было, что выходим на рейд, и Кирилл Рябов говорит, что сегодня нужна какая-нибудь дурака, потому что не будет просморов на ютубе, нужны там деньги. Я предлагал, что там можно не клеить наклейки, да, можно как-то, блин, ну, по-человечески все это дело. Ну, не согласился человек, вызвали ГАИ, да, дождались, его оштрафовали, все. Нету борьбы с нарушениями, реально. Там идет, в большинстве случаев, там идет провокация. Вот с истеричкой даже, там, вот эта девушка, она стояла 4 часа в больнице, ну вот. Они собирались уже уходить, вот увидели, как она уходит. Да и реально, там было проехать, там, 2 метра, с этой больницы выехать. Вот, они хотели ее назад запустить. Там много чего не вышло на видео чистого такого, как бы и вам они не предоставили его, что там была провокация. Вчера Александр выложил в интернет видеозапись. Он публично заявляет о выходе из СтопХама и фактически обвиняет организаторов движения в намеренных провокациях. Вот вчера вот эти ребята, они приезжали ко мне в час ночи и записывали на диктофон. Вот я не знаю, что они там собираются выложить по поводу меня. Вот сейчас идут, такой прессинг от СтопХама, что, почему ты нас предал, мы там тебя увидим, там, подеремся, там, еще что-нибудь. Группа в социальных сетях СтопХам Петрозаводск уже удалила Локкина из администрации и сообщила, что Александр с позором выгнан из движения СтопХам ПТЗ. Организаторы обещают в течение недели выложить ролик опровержения. Мы попросили их прокомментировать заявление Александра Локкина. Выяснилось, что после репортажа о СтопХаме, который вышел на нашем канале в конце января, автора внесли в черный список. Комментарии давать не будут и на рейды тоже не ждут. Хор мальчиков Пелерова готовит необычную программу. Помимо самих хористов, ее участниками станут неслышащие дети из коррекционных классов 25-й Петрозаводской школы. Музыкальные произведения они исполнят на языке жестов. На первой совместной репетиции побывал наш корреспондент Алена Сянти. Что это значит? Сотни лет. А ты что выучил? Коросили земля. Коросили земля. Мальчишки из подготовительной группы хора Пелерова повторяют не только слова песен, но и непростые движения руками, которые им предстоит делать во время пения. Ведь на концерте три песни хористы исполняют с теми, для кого родной язык жестовый. Тишина, тишина, небе в плечица луна, засыпает старый дом. Когда я была маленькая, то тоже выступала, пела и танцевала. Но раньше это все было трудно делать, а сейчас я повзрослела. Для 50 мальчишек из хора Пелерова и их педагогов это первый опыт сотрудничества с неслышащими. И они поражены их музыкальности. Новая программа – это арт-проект, цель которого – социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. Но, как оказалось, полезен проект и тем, у кого со слухом все в порядке. Для наших детей это тоже очень важный шаг, так как они тоже должны учиться жить в толерантном обществе и воспитывать свою внутреннюю культуру. Необычный концерт пройдет 14 марта на сцене Дворца творчества «Дети и юношества». Последнюю фразу в нашем концерте и название на вашем концерте мы делаем все вместе. Я могу вам показать, как это будет. Музыка звучит во мне. Дирижер Мариус Стравинский, пять лет возглавлявший симфонический оркестр Карельской филармонии, хоть и живет теперь в Москве, но Карелию не забывает. В юбилейный год маэстро вновь встанет за дирижерский пульт коллектива, ставшего его первым оркестром. Сейчас Мариус Стравинский в Петрозаводске. В Карельской филармонии во всю идут репетиции новой программы «Энигма», которую любители музыки могут оценить 20 февраля. Программа сложная, большая. Она составлена наполовину из британских композиторов и французских композиторов. Две страны, друзья-враги, постоянные. Франция, Англия и Мариус, он сам британец. Под руководством британца Мариуса оркестр сыграет Мессиана, которого раньше никогда не играл, Равеля, вариации Элгара на тему «Энигма», который оркестр исполнял в первый сезон работы Стравинского в Карелии, и четыре морские интерлюди из оперы «Питер Граймс» Бенджамина Бриттена. А сейчас коротко о других событиях республики. Сразу два профилактических рейда ГИБДД проводит в Карелии. На этой неделе инспекторы ДПС, транспортные надзоры, налоговая служба проверяют такси и снегоходы. К административной ответственности привлекаются водители без регистрации и обязательной страховки, а также владельцы транспорта, не прошедшего ежегодный технический осмотр или уклоняющийся от уплаты налогов. Хор русской песни Питарицы Республиканского центра национальных культур примет участие в неделе русской культуры в Финляндии. По-русски будут жить наши финские соседи в городе Копио с 15 по 23 февраля. В программе русской недели масленичное гуляние, концерты, выставки, вечера русской поэзии и кинофестиваль. С 26 февраля по 7 марта в России пройдет эстафета огня Паралимпийских игр. В ней примет участие более 1500 покелоносцев и 4000 волонтеров. Нести огонь в Петрозаводске будет 15 человек. Среди них люди разных категорий инвалидности, спортсмены, добившиеся лучших результатов, а также организаторы в области адаптивной физкультуры и спорта. Мы продолжаем следить за успехами нашей сборной на Олимпиаде в рубрике «Олимпийская деревня». Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Накануне в мужском сноуборд-кроссе серебро взял Николай Алюнин. И сегодня опять сноубордисты радуют болельщиков. Золото в параллельном гигантском слаломе у россиянина Вика Уайлда. В том же виде, но у женщин бронзу завоевала Алена Заварзина. Наши в Сочи не только помогают спортсменам выступать, а болельщикам болеть. Есть среди них и те, кто, сокращая расстояние в разы, показывают белые ночи Карелии, ведут экскурсию по острову Кижи и мастерят с детьми и взрослыми кукол. Сегодня на связи с нами наш народный корреспондент Марина Ноженко. Марина работает на выставке регионов России в Олимпийском парке. Представляет Кижи, поскольку она сотрудница музея, и, конечно, всю Карелию. Без единого гвоздя, да, вот эта церковь, где жарко с вами? Это первая ассоциация, да, с нашими памятниками. Без единого гвоздя. Мы с моим коллегой по стенду, сотрудником музея Алексеем Исаевым, старательно легендируем безграмотность, то есть без устали, наверное, около сотни раз в день рассказываем, в чем же состоит истинная правда. В день выставку посещают около пяти тысяч гостей. Представляете, на сколько вопросов должны ответить наши знатоки? А еще им нужно поработать руками и изготовить сотни кукол-скруток на мастер-классе от Кижи. Ой, целую армию! Я не ожидала такой популярности. Вроде бы, казалось, простая куколка, которая выполняется без использования ножниц, иголок, булавок. Около стенда образуется сразу же такая дружная компания. Ну, столик, к сожалению, у меня не велик, да, то есть примерно за один сеанс помещается, но человек пять, да, и огромная вокруг, по группе поддержки, которые ждут в своей очереди. Какие знаменитости уже побывали на выставке и увидела ли сама Марина Олимпиаду? Об этом завтра в рубрике «Олимпийская деревня». Сегодня ежедневно на связи наш специальный корреспондент из Сочи Анна Гулева. О поддержке нашей сборной смотрим и слушаем. Всем привет! Если говорить о новостях сегодняшних, то сегодня стало известно, что Алексею Боеводе, нашему бобс-листу, теперь уже олимпийскому чемпиону, присвоил название «Герой труда Кубани». И ролик о его соперниках, о ямайских бобс-листах мы с вами смотрели, поэтому считаю, что несправедливо обойти вниманием ролики, которые созданы для поддержки нашей олимпийской сборной. Ролики такие создают и звезды, и люди пока не такие известные. Вот, например, Александр Рева, известный шоумен, кстати, соченица, выложил свою версию поддержки нашей сборной. Минус, плюс, провал, успех, как на пленке все мелькает, говорю с тобой, повторяю, повторяю, будь собой, будь собой. Сочиняет различные ролики и песни и народ, и даже самые малые его представители. Вот, например, в интернете есть такой ролик, который называется «С любовью к нашей российской сборной». В нем снимались воспитанники детских садов. Сказка и загадка города Лучегорск. Дети говорят, что ради победы нашей сборной они готовы на все. Хорошо себя вести, спать в тихий час и даже пить молоко с пенкой. Ну, в общем, все закономерно. Фольклор отражает реалии нашей жизни. Такие новости и сегодня из Сочи. Некоторые люди настолько увлечены Олимпийскими играми, что называют в честь них детей. 23 Олимпиады сейчас проживает в Карелии. Почитал их Карельский пенсионный фонд. Самая старшая из них 89 лет, а младшая 50. Статистика неполная, поскольку учитывались лишь люди пенсионного возраста. В нашей съемочной группе удалось найти еще одну женщину с таким редким именем, родившуюся в Суаярве за два года до Московской Олимпиады. В детстве меня называли Липа. То есть вот это уменьшительное имя Липа. Но если ласкательное, Липушка, Липочка. Полное имя этой молодой женщины – Олимпиада. Так необычно 35 лет назад ее назвал папа. Ему просто понравилось имя. О том, как на это будут реагировать окружающие, он тогда не думал. Бабка Липка. Вот такая была отразненка. Поэтому я не очень любила представляться, назвать свое имя. Став взрослой, отношение к своему имени Олимпиада изменило. Она его больше не стесняется. Хотя удивление окружающих при знакомстве с ней все такое же. Мы гуляли во дворе, и девочка подошла и спросила, как меня зовут. Я говорю, меня зовут Олимпиада. Она говорит, нет, я не об этом. Я говорю, да, я понимаю, меня зовут Олимпиада. Нет, я не об этом, не об Олимпиаде. Я говорю, ну меня зовут Олимпиада. Ай, я поняла, такое необычное имя. Имя, по мнению Олимпиады Петровны, повлияло на круг ее интересов. В детстве она 7 лет занималась хореографией, а после школы 3 года защищала честь команды педуниверситета по аэробике. На республиканских чемпионатах не раз становилась серебряным призером. В наши дни олимпийское терпение и спокойствие помогают ей в работе, ведь она психолог. За соревнованиями в Сочи Карельская Олимпиада внимательно следит и болеет за фигуристов. И это все новости на сегодня. В студии был Яков Берлин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова